Духовные вовлеченности может быть разной, степень физической активности тоже. То есть и пешие, и вело, и на автобусе, и на самолете, как в баре. И на пароходе плывет. У меня, кстати, тоже тут есть фотографии, где на пароходе народ плывет. Так, это пешком. А, это другое, это мото у нас. Это недавно было, в этом году. Вело-мото пробег, но ноль алкоголь. Из Красногорска в Новый Иерусалим. Совершенно замечательный был пробег, прям как на крыльях эти. И вот все эти гаишники, которые нас сопровождали, тоже в нем участвовали как-то, да? Им тоже это очень понравилось. Они отец Сергей Паков организовывал. И они говорят, надо это повторять. И хорошо, если... Вот, да, и на пароходе. Да? На пароход. Ну, или на петерок. Петеролам. Кстати говоря, по образцу того, что делалось у отца Александра Рождественского до революции, у него каждый год зафрактовало общество пароход и бесплатно возило своих паломников под паломничество на Влаам. Вот. И мы тоже туда, не только на Влаам, но вообще весь север там проплыли, да? Но это именно вот подражание. Ну, я просто тоже, когда готовилась, ну, это, да, наши все любимые места, вот, неупиваемая чаша, как раз вот о степени активности. Кто-то, ну, в основном, конечно, родственники, ну, сразу же, это из Шерпухова, да? Это из Шерпухова, да? Родственники, когда собираются в паломничество, ну, они молитвенно готовятся в основном, да? А вот люди, которые, из-за которых семья страдает, да, они могут, ну, по уговорам там своих родственников сесть в этот автобус, притащиться в этот автобус сюда на Сокол, который едет в Шерпухов, выслушать утренние молитвы, которые экскурсалов читают в микрофон. И это для них тоже, как бы, духовный труд на пределе возможностей. Ну, у каждого свое, да, у каждого своя глубина. Да, это есть на самом деле. А наши благочестивые предки ходили ведь как? Они ходили пешком, и на каждый шаг у них была, да, Господи, помилуй. Вот. Ну, вот сейчас, честно говоря, мы-то, наверное, так не делаем. Но хотя, когда мы ходим в паломничество в Троицергиеву Лавру пешком, вот, какую-то часть пути некоторые пробуют, вот, пройти, вот, молясь там за своего страждущего, вот. И, на самом деле, от этого так устаешь, вот, когда просто идешь, это оно. А когда вот идешь и молишься, вот прямо именно по примеру наших предков, это совсем другое дело. Такого навыка у нас еще нет, и, может быть, его стоит. Я думаю, что я все время Иисусу Алмавиту читаю, потому что я ломала руку несколько раз. Ну, вот. Чтобы он меня еще раз не опрокидывал, чтобы еще раз покиделся. Так что я же не умею, не умею. Три раза уже. Ну, да. Ну, и, конечно, часто мы, те, кто имеет какой-то духовный опыт, все-таки используют паломничество для того, чтобы подготовиться к Испуде, да, принятие святой дары. Но еще раз говорю, что у каждого своя мера. Вот мне очень понравились слова из такой священника в Санкт-Петербурге Сергея Карнаги. Он тоже занимается организацией паломничества, всегда приходит. И вот его слова вот такие. В паломничестве с людьми нередко случаются интересные метаморфозы. Путешественник, который решил просто прокатиться, посмотреть на что-то старинное, необычное, непонятное, превращается в совершенно другого человека. В глазах появляется ощущение радости, которое было давно утеряно в его жизни. В душе начинают петь птицы. И мне кажется, что творческое преображение вот такого путешественника, причем неважно, зависимое это или его родственника. Родственник тоже может поехать просто так. Пойду-ка я посмотрю, чем он там занимался. Вернуться верующим. Да, и это как раз отправная точка для преображения всей семьи. То есть паломничество, оно по-разному воздействует на человека в зависимости от его меры. И у нас есть тоже в истории нашей работы, семейный клуб от трезвости, замечательный пример, когда человек, ну его друг повез в Серпухов, он был еще так, это слегка после вчерашнего, не понимал, зачем он туда едет, и оттуда он уже уезжал в совершенно преображенном, трезвом человеке. С тех пор он не пьет. У него там, правда, были другие сложности, но при этом с алкоголем он завязал вот намертво. То есть любое паломничество способствует тому, чтобы человек изменился. Ну и чаще всего человек отправляется в паломничество уже с этой готовности. И очень способствует этому условию пути. Человек размыкает привычные свои маршруты. Вот там, из дома на работу, в магазин, в школу, в детский сад, все. А тут это другое, и другое совершенно, ну другие впечатления. И еще есть замечательное выражение, путешествие это второе образование. Человек, когда едет в какое-то незнакомое место, или даже в знакомое, как в Серпухово, все равно каждая поездка уникальна. Приобретает какой-то совершенно уникальный опыт для своей души. И возвращается оттуда наполненным, наполненным, ну такое уже привычное слово, наполненным благодатью. Но я хочу сказать, да, вот еще хочу сказать, что паломническая поездка, она, самое главное, конечно, это духовность, да, духовный аспект. Но в паломнической поездке есть еще несколько таких сторон, которые тоже вот так же положительно воздействуют, ну не так же, может быть, с меньшей степенью, но воздействуют на человека. Ну, прежде всего, мы, когда едем в паломничество, мы, у нас перед глазами вот эта вот красота, мы чаще всего едем в монастырь, да, убранство храма, сама эта архитектура храмов, цветы, если летом, да, вот, потому что цветы вообще образ райского сада, вот, и мы тоже вот все на это смотрим, мы, ну, уезжая от этих своих серых коробок, да, смотрим на это, и уже вот в нашей душе вырастают ростки вот какой-то вот такой, ну, положительных эмоций, я бы вот так сказала, потому что мы все время все крутимся, крутимся. Цветы в ход и рай есть такое. Да, да, цветы в ход рай или образ рай. И еще есть, еще один аспект, когда мы ездим в паломничество, связанные с местами, богатые трезвенным опытом, да, это вот тоже уже упомянутые Киево-Печерская лавра, Татьева, да, Милостолобенская пустынь, и Санкт-Петербург, Александр Рождественство. Мы там изучаем их трезвенный опыт и вдохновляемся им. И жаль, что вот у меня... А Нилостолобенская пустынь тоже, да, как-то? А там был очень строгий устав, и там было запрещено употреблять вино. Поэтому, да, Нилостолобенская это вот образец трезвого монашеского жития, и для нас тоже пример для подражения. И туда же состоялся первый школьный поход Рачинского с детьми, описанным в его книге. Это стало образцом для детских паломничеств, а потом все православные гимназии ковали. И мы тоже. Ну, вот, к сожалению, да. Это вот тоже Серпухов у нас, и могу только, да, показать. А это начало Пешего похода строить Сергееву Лавру в этом году. Ну, почему-то в этом перевернут. Ну, вот, жаль, что... Вот, пешком идем, да, и пешком идем, и мы получим. Ну, повернется, вот, кого? Как его выворачивается? Телевизор. По-моему, это не выворачивается. Нет, там, знаешь, это, нет? Нет, это, значит, как выворачиваете. Вот там что-то все повернулось. Я свой переворот. Переворот сделали, да, там, леснике. Вот. И еще я хочу, как вот, отсылом. Ну, вот, это, да, несколько лет назад было такое паломничество, было тепло, начало сентября, летняя такая погода. Вот. Вспоминая лекцию Ольги Сергеевны Никулиной, да, то, что мы должны, ну, нам полезно изучать свои корни. Вот. И вот тоже такой вид паломничества может быть. Паломничество в места, ну, может быть, святые места, которые, ну, как-то связаны, ну, или которые расположены близко к тем местностям, откуда мы родом. Вот. И чтобы, да, там, вблизи, вблизи от тех мест, помолиться о своих родственниках. Ну, вот, вот я хочу сказать, может быть, это не скромно, но это будет собственный пример. Вот у меня родственники, ну, предки, да, по боковой линии были раскулачены и сосланы в Соловки, а тут никто не вернулся. Имен их я не знаю. Мне просто бабушка так вскользь однажды об этом сказал, но, как тут все время, мне очень хотелось побывать на Соловках, потом действительно оказалась, такая возможность представилась, вот, в одиннадцатом году я туда поехала, и вот ходила вот в эти, в эти места, где похоронены, умученные, да, узники Соловецкие, и вот у меня было ощущение, что мои родственники, да, там с неба на меня смотрят, да, и радуются. И что самое удивительное, после этого у меня очень ощутимо начались перемены к лучшему в жизни, вот. Сначала я устроилась на перспективную работу, потом у меня муж в рот суппить, потом дала мне трезвости. В общем, как-то я вдруг, сама как-то, ну, не сопоставляла это, ну, а потом вдруг поняла, да, а вот, одиннадцатый год, и это поворот. То есть, вот, если мы молимся за родственников в тех местах, которые вот, ну, в местах их земной жизни, вот, то это, наверное, очень полезная штука, вот, но это как бы как версия. Я просто вот, собственно, пример привела, а уж следовать ему или нет, дело каждому. Я тоже хотел сказать, что он православный, от Сима, от сына Ноя, после Татимирного потока, а Иисус Христос из этого. Значит, получается, он наш еще раз царственный. Нет, я не влюблю ближних родственников, но изучать, конечно, изучать историю своих предков, это, наверное, полезно. Потому что, чтобы мы не ощущали себя, да, Иваном непомощи, братства, а знали, ну, нет, я совершенно согласна с Ольгой Сергеем Никулиной, что нужно знать славу и сильные стороны наших предков, да, чтобы знать, о ком молиться посильнее, да, а кого, наоборот, попросить, чтобы они о нас помолились. В одной из современных песен есть такое высказание, чтобы крепко стоять, надо держаться корней. Ну да, ну да. Грух какая-то, я забыла, да.